Хай-тек, нано-дизайн, компьютерные симуляторы, прогрессивные технологии стали центральными темами большой дискуссии, слушателями, участниками которой стали педагоги и студенты Пушкинского университета, ученые, занимающиеся разработками и изучением представленных направлений со всего мира. Это, считаю, я очень престижно для вуза. И, скажем так, вообще любые конференции, симпозиумы, они очень важны для развития науки, потому что возникают эти контакты, которые потом позволяют решать те проблемы, которые никогда, может, сам не решишь. Я просто вспоминаю сам, когда был еще аспирантом, поехал на такую конференцию большую и узнал то, что мне помогло там шефам решить задачу с 13 параметров, в аналитике найти, даже в Лондоне издать статью. То есть это польза громадная. И поэтому я считаю, что проводятся такие вещи, и преподавателям, да и студентам тоже очень важно. Большое количество известных ученых стали участниками международного проекта. В Беларуси уже проводились подобные научные симпозиумы. Для Бреста это мероприятие первое. В рамках работы ученые смогли обменяться своими наработками по заявленным темам, а также определить для себя те перспективные направления, в которых они могли бы развивать науку совместно. Конечно, интересно. Во-первых, мы слушаем доклады не по нашей специальности, параллельных секциях или на пленарных. Это всегда можно что-то узнать. Во-вторых, тут же будет обмен информацией, потому что планируется издание трудов, во-первых, конференции, потом три журнала, санкт-петербургский журнал, то есть авторы из Бреста, например, участники могут опубликоваться там. Он для различных журналов, база «Эскопус» входит, все как положено. Ну и два ваших журнала, «Вестник» и «Ученые записки». Там тоже будут опубликованы отдельные статьи, которые наиболее ярко представляют, так сказать, представлены на конференции. Итогом работы в рамках международного симпозиума должны стать соглашения о сотрудничестве. Именно они позволят расширить взаимодействие и укрепить связи между научными кругами разных стран.